Безопасности на дорогах посвятили мероприятие в детском саду «Огонек». Тема актуальная в любое время года, в летний период особенно важна. Теперь к безопасным поездкам в отпуск у детвора готовы. Красный стой, зеленый иди. При отсутствии светофора внимательно смотри по сторонам. С этими правилами безопасности при переходе зебры детвора знакома. Пользуясь своими знаниями, ребята входят в музыкальный зал сада по импровизированному пешеходному переходу. Мероприятие посвящено правилам дорожного движения. Разделившись на две команды светофоров и пешеходов, ребята приступили к соревновательной части. Я вам, когда показываю красный флажок, это игра на внимание, вам нужно быть очень внимательной, вы хлопаете в ладоши. Когда показываю желтый флажок, вы просто стоите ровненько. А на зеленый флажок шагаете. Договорились? Готовы? Па! Ну что, будьте внимательны! Что делали зеленые? Молодцы! О, какие умнички! Чуть ближе познакомившись со светофором, дети приступили к вождению. Между прочим, девочки оказались более внимательными водителями, выполнив упражнения змейка по всем правилам. А вот некоторые мальчишки установили для себя свои правила. Мальчишка, беги! Знаете ли вы, как передвигаться по нашему поселку, по городу? Знаете ли вы правила дорогие? Должны по правилам ездить машины. По дороге части. По проезжей части. Замечательно, молодцы! Так, команда, слушает меня вопрос, команда пешеходы. Где должны ходить люди? На переходу. Где должны ходить люди? По переходу. Занятие получилось и увлекательным, и полезным. Дети познакомились с наземным, воздушным и водным видами транспорта. И сами поуправляли большими грузовиками. Оказалось, не так-то это просто. Музыка, авария. Аккуратно. Музыка. Да уж, пешеходами быть проще. Главное, чтобы автобусы ходили точно по расписанию и перевозили аккуратно. Блеснула детвора и своими познаниями безопасности передвижения пешеходов в тёмное время суток. Чтобы водитель тебя увидел, надо светиться, говорят дети. Эксперимент подтвердил, светоотражатели работают. Чем их больше, тем понятнее водителя, что перед ними человек. Светоотражатели, по-научному фликеры, ребятишки попробовали сделать самостоятельно. Нужно для этого совсем немного. Кусочек фетра, немного светоотражающей ленты, ножницы и клей. Ну и ещё чуть-чуть фантазии. У меня вот такой, серебряный. Каждый, сделанный своими руками фликер, останется у своего создателя. Теперь в безопасности можно хоть на дискотеку. Получились забавные танцы светлячков. Редактор субтитров А.Семкин